Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Чиновников не волнует проблема ни отечественного производителя, ни покупателя. Клубника стала ягодой раздора в Москве. Коммунисты начали сбор подписей в поддержку референдума по возвращению памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. КПРФ помогает детям. На проблемы летнего лагеря в Башкортостане обратили внимание депутаты-коммунисты. В Москве простились с Евгением Примаковым. В колонный зал Дома Союзов пришли российские политики, представители общественности и культуры. Свои соболезнования родным и близким Евгения Примакова выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, Евгений Максимович был настоящим патриотом нашего Отечества, сильным государственником, честным, искренним и открытым человеком. Напомним, Евгений Примаков скончался в минувшую пятницу после продолжительной болезни. Похороны прошли на Новодевичьем кладбище. К другим темам. Подмосковный совхоз имени Ленина, крупнейший в России производитель клубники, в самый разгар сезона сдерживает сбор урожая. Продать его этим летом оказалось почти невозможно. Торговать ягодами у метро запретили, а на прилавки супермаркетов в подмосковной клубнике не попасть. Там все занято турецкой и аргентинской. Как выжить отечественному производителю, который призван решать проблему импортозамещения, если чиновники переходят дорогу? В ситуации разбирался Александр Тинянов. В настоящее время хозяйство собирает 60 тонн ягод в день. Это заметно меньше, чем в прошлом году. Тогда с реализацией урожая никаких проблем не было и собирали более сотни тонн ягод в день. Прошлым летом, по разрешению правительства Москвы, совхоз имени Ленина устанавливал у станции столичного метро свои фирменные лотки в виде клубничек. Там продавали ягоды, минуя многочисленных посредников. Перекупщики, посредники, как бы их правильно было бы называть, они, конечно, должны быть где-то, но только не в этом товаре, потому что это товар лоточный и срок реализации один день. Пока перекупщик возьмет у нас ягоду, потом привезет ее на рынок, потом распределит по своим торговым точкам. За это проходит время, естественно, эта ягода будет хуже качества. Нужно отметить, что и спрос, и свой покупатель на этот продукт есть. Он формировался годами. Готовы приезжать специально за ягодой именно этого производителя, даже в дождь. Она вкусная, она скукая, не то что на рынке. Дело в том, что у меня маленькие внуки, и я стараюсь все-таки этой клубничкой покормить их. Многочисленные регламентирующие акты опутали лоточную торговлю на улицах Москвы. Городские чиновники своевременно не решили вопрос и не сделали исключения для подмосковной клубники. В результате страдают простые потребители и обласканный на словах отечественный производитель. Необходимо, как сказала Федеральная антимонопольная служба, принять специальный документ постановления правительства Москвы, который бы регламентировал порядок распределения вот этих точек. Но поскольку этот документ не был принят своевременно, нам сказали, извините, мы в этом году не можем вам дать возможность торговать около метро. Очевидно, что действующие нормативные акты, регламентирующие уличную торговлю, не учитывают изменившуюся ситуацию на продовольственном рынке. В связи с общим курсом на импортозамещение они требуют пересмотра с учетом интересов всех хозпроизводителей и конечных потребителей их продукции. Этот вопрос власти города собираются рассмотреть на днях, но даже если разрешение на торговлю будет получено, можно ли исчезть его своевременно? Клубничный сезон фактически подошел к концу. Александр Тинянов, Сергей Топунов, Красная линия. В понедельник КПРФ начала сбор подписей в поддержку референдума по возвращению памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь. Для того, чтобы референдум состоялся, коммунистам за месяц необходимо собрать подписи 146 315 москвичей. Порядка 5000 подписей в день, с учетом того, что часть из них будет обязательно забракована. Идея проведения референдума уже вызвала живой отклик в кругах московской общественности. По крайней мере, некая инициативная группа той самой московской общественности начала сбор подписей против возвращения монумента, подготовив встречную петицию. Прежде чем начать сбор подписей, необходимо открыть в банке счет референдума и подготовить подписные листы. Коммунисты это сделали. Московская общественность собирает подписи на общественных началах. Как это согласуется с законом, непонятно. КПРФ помогает детям. На проблемы маленьких гостей летнего лагеря в Башкортостане обратили внимание депутаты Коммунистической партии. В Соколенок съезжаются воспитанники детских домов со всей республики. Ребята живут в удобных помещениях. Их кормят пять раз в день. Большое внимание уделяется активному отдыху. Юные спортсмены играют в футбол, волейбол и баскетбол, а также занимаются плаванием. Однако в последнее время лагерю катастрофически не хватает спортивного инвентаря. Без него дети не могут заниматься любимыми видами спорта. Я бы хотел, чтобы нам подарили детскому дому футбольные мячи, клюшки, скетбольные, волейбольные мячи, ракетки, теннисты. Детскую мечту взялись воплотить в жизнь депутаты Коммунистической партии. Что из этого получилось, смотрите в наших следующих выпусках. 29 июня 1917 года в России налог на прибыли капиталистов был увеличен на 30%. На ход мировой истории это никак не повлияло. Через 4 месяца в стране совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...